всем привет приветствую вас на супер классном замечательном докладе который представят ребята меня зовут сергей милюков я техлит платформы в яндексе занимаюсь всякими разными интересными штуками но сейчас не обо мне будем сегодня с вами вытягивать монорепку расскажут нам о том как ее нужно вытягивать правильно миша потапов из тиньков и никита болюхин из газпром банка у нас есть чатик вы все знаете у нас есть чатик с вопросами пожалуйста пишите туда свободно свои вопросы мы обязательно на них ответим правда в конце доклада все вопросы посмотрим ответим на что не ответим перейдем в дискуссию и ответим там все равно то есть после доклада пожалуйста переходите в дискуссию дискуссионную зону и поговорим там более свободной форме не забывайте также пожалуйста оценить этот доклад для ребят это супер важно говорю как докладчик с многолетним опытом, так сказать. Ну что, хорошего всем доклада. Желаю всем получить кучу классных и полезных знаний. Передаю слово ребятам. Это реальная история. Привет, Никит, и добро пожаловать в Boodle. Привет. Смотри, так как сегодня твой первый рабочий день, я предлагаю сначала взять и посмотреть на проект, которым занимается наша команда, а потом обсудить задачи, которыми тебе предстоит заниматься. Смотри, в состав проекта, которого поддерживает наша команда, входит сайт с интернет-магазином. Также у нас есть админка для всего этого и есть бэкэнд, написанный на Node.js. Смотри, насколько я знаю, ты локально уже поднимал проект и, наверное, запускал. Возможно, у тебя есть какие-то уже вопросы. Да, вот я запустил сейчас у себя локально и обнаружил такую тему, что почему-то расходится высота шапки, цвет кнопки, как будто бы какой-то рассинхрон. Так и должно быть? Смотри, да. Сейчас есть такая проблема, потому что мы никак не шарим код между проектами. И если появляется какая-то фича, которую нужно сделать сразу в нескольких приложениях, она делается следующим образом. Мы сначала берем, например, эту фичу реализуем в сайте нашем, потом эту фичу берут разработчики и копируют, например, в наш конструктор. Потом у нас может появиться баг. Этот баг могут пофиксить в конструкторе, а на самом сайте забыть. Поэтому у нас получается как бы и дублирование кода, и сразу рассинхрон в этом дубляже. И отчасти это будет твоей первой задачей. И в чем она, собственно, будет заключаться? Нам нужно сделать так, чтобы ты прошел по всем нашим проектам, взял, выдернул UI-компоненты из проектов и организовал на основе них общую дизайн-систему. Также мы хотим взять и собрать такую библиотечку с иконками и код-стайл для наших разработчиков. И все это мы хотим взять и пошарить между другими командами нашими, нашей компанией. И все это предлагаю назвать как Boodle Platform. Окей, если я правильно понял, моя задача заключается в разработке, собственно, библиотеки компонентов. И, по всей видимости, она должна тоже использовать отдельную библиотеку иконок, которую также смогут использовать и другие, и общий код-стайл, который мы можем в виде ESLint Config представить. Да, все верно. Собственно, у нас возникает некоторая задачка по тому, чтобы эти пакеты между собой связать. Первое, что приходит в голову, как, например, нам подключить библиотеку иконок к библиотеке компонентов, это опубликовать ее в Nexus'е и потом, собственно, устанавливать ее из Nexus'а в библиотеке компонентов. Но как будто бы это будет довольно медленно, если у нас поменяется какая-то иконка, и мы захотим быстро это все актуализировать в библиотеке компонентов, нам придется публиковать, устанавливать. Это не очень удобно. Возможно, было бы, наверное, удобнее каким-то образом сложить код в одном месте всех этих библиотек, собственно, в одном репозитории и каким-то образом организовать связь вот этих пакетов с помощью именно пакетного менеджера. Давай подумаем, как это можно сделать. Самое простое, вроде что, приходит в голову, это просто указать путь до пакетов в рамках у нас монорепозитория. Вроде бы, NPM такую штуку поддерживает. Давай я сейчас это сделаю и опубликую. Опубликовал это в Next, попробую установить. Окей, давай попробую установить. Так, я пробую установить. Но во время установки у меня появляются какие-то варнинги. Ну, ладно, это не страшно. Попробую тогда запустить. Ну, у меня какая-то ошибка. Я не могу найти пакет с иконками. Можешь посмотреть? Да, странно. Давай попробуем это подебажить. Вот твой пакетный менеджер получает, собственно, пакет JSON. Видит вот эту вот ссылочку. И что у него возникает в мыслях? Собственно, видимо, он не особо понимает, что происходит. Думает, неужели это библиотека icons в моделях? Ну, у него такой нет. Собственно, поэтому он выплевывает тебе варнинг. Потому что он не уверен, правильно ли он все сделал или нет. Поэтому он тебе выкидывает не ошибку. Наверное, этот способ будет работать только в рамках нашей монорепы. Нам нужно придумать что-то, что будет работать в том числе у пользователей. Точно будет работать, если мы укажем именно версию по KJ и Sony. Но каким образом тогда мы свяжем пакеты? Вот, собственно, версия точно будет работать у пользователей библиотеки. Есть воркспейсы. Вот я только что прочитал документации. Собственно, мы просто создаем пакет JSON в корне нашего монорепозитория. Указываем директории с пакетами. И, кажется, NPM будет связывать их. Собственно, вот у нас есть наши библиотеки. Мы их объединяем в workspace. И, собственно, этот workspace будет заниматься связью пакетов между собой и установкой зависимостей. Собственно, она у нас тоже будет происходить одна общая на всю монорепу. Вот я сейчас это, собственно, сделал и опубликовал. Попробую еще раз установить. Окей, давай попробуем. Итак, я снова устанавливаю пакет. И на этот раз все без ошибок и без варнингов. И пробую также запустить. Однако снова я получаю ошибку, что не могу найти пакет NanoID. Вот, можешь так же глянуть. Так, ну да, мы добавили в нашу библиотеку, собственно, библиотеку для генерации айдишников. Давай посмотрим, с чем же проблема. Вот, собственно, есть наш модуль NanoID. Мы указали его в package.json в библиотеке иконок. И, кажется, используем в библиотеке компонентов, но мы его импортируем. А, и мы забыли указать его в package.json. Почему же у нас это работает? Вот, потому что при установке зависимости с workspace'ами у нас в корне монорепозитория создалась папка с нод-модулями. И в ней, собственно, находится вот этот модуль NanoID, который доступен всем пакетам в монорепе, потому что нода, собственно, так работает. И возникает, если верить статьям в интернете, фантомные зависимости. Кто-то, кажется, даже предлагает решить эту проблему с помощью PNPM. Это, собственно, другой пакетный менеджер, который, видимо, как-то по-другому структурирует нод-модули. Или давай я сейчас попробую с ним установить зависимости. Вот я установил. И вижу, что в корневой директории нод-модулей у нас ничего нет, кроме какой-то странной папки PNPM. Ага, в ней как раз находятся сами нод-модули, кажется. Но как же они тогда попадают в пакеты в нашей монорепе? Ага, PNPM еще создал директорию с нод-модулями в каждом пакете в нашей монорепе. И сделал сим-линки на вот это вот централизованное хранилище, которое создал PNPM. И, собственно, библиотеки внутри нашей монорепы точно таким же образом с помощью сим-линков между собой связываются. Как будто бы выглядит довольно логично. Да, но тебе не кажется, что такое решение кромоское? И ведь у нас есть ESLint-плагин для всего этого. Да, действительно, есть ESLint-плагин. Но я тут обнаружил, что есть одна фича, с которой не справится ESLint-плагин. Это, собственно, запуск скриптов в нашей монорепе. Вернемся вот к этой нашей схеме, как у нас связаны пакеты между собой. И обратим внимание на то, что сборка каждого пакета сейчас у нас занимает 10 секунд. Но это пока что 10 секунд. Потом она может занимать и побольше, когда проекты будут расти. Собственно, для запуска скриптов для всех пакетов в нашей монорепе NPM предоставляет flag workspaces, или вот сокращенно vs. он запускает какой-то один скрипт у всех пакетов в монорепе. И давай посмотрим, что у нас произойдет. Во-первых, сборка библиотеки компонентов началась с самой первой. То есть игра в зависимости у нас не учелся. Поскольку у нас библиотека компонентов зависит от других библиотек в монорепозитории, она должна собраться после них. Иначе в библиотеку компонентов попадет неактуальная версия остальных артефактов. И второе, на что обратим внимание, это то, что общее время сборки заняло 30 секунд. Поскольку один проект собирается 10, три раза по 10 — 30, то есть скрипты запустились просто последовательно на одном ядре. Но как будто бы в моем макбуке чуть больше одного ядра. Наверное, можно это более эффективно сделать. И, собственно, PNPM, кажется, этим и занимается. Запустили то же самое с PNPM, только у него это флаг Recursive, или сокращенно R. Увидим, что библиотека компонентов теперь собралась последней. То есть пакеты собрались в правильном порядке. У нас граф зависимости учтен. И при этом общее время сборки уже 20 секунд. То есть скрипты запустились по возможности параллельно. То есть сначала параллельно запустилась сборка ESLintConfig иконок, а потом уже после них последовательная библиотека компонентов. Но и при этом переход на PNPM в принципе не потребовал у нас каких-то дополнительных усилий. Мы просто заменили вот этот корневой пакет JSON на файлик PNPM Workspace YAML, в котором вот так достаточно лаконично тоже описали все наши библиотеки, которые находятся в Monorip. И добавили одну букву к команде установки зависимости. Это тоже достаточно немного. При этом в случае с добавлением новых пакетов букв стало даже меньше. Но суть осталась та же. Если подытоживать, то PNPM дал нам изоляцию пакетов, то есть у них не будет никаких сайд-эффектов в виде вот этих общих зависимостей, поскольку они друг от друга изолированы и спрятаны за сим-линками. Это избавляет нас от необходимости добавлять какой-то дополнительный плагин ESLint. Получили оркестрацию скриптов в Monorip, то есть что PNPM запускает их в правильном порядке, параллелит и делает это достаточно логично и эффективно. И плюс, если верить документации PNPM, то он обещает нам быть быстрее, чем NPM. Пока что поверим на слово. В результате получилась у нас примерно вот такая картина. Собственно, есть наша платформа, в которой находятся несколько пакетов, которые связаны между собой, и теперь ими могут пользоваться и сайт наш, и админка, и вот, например, соцсеть, которая недавно присоединилась к нашей компании, находится в отдельной команде. Окей, получилось, по-моему, хорошо. Смотри, Никит, пока ты переносил UI-компоненты, наверняка видел, что в продукте также у нас существуют проблемы, а в частности это дублирование кода в бизнес-логике уже, не в UI-компонентах, а в бизнес-логике. Также у нас есть разные стили написания кода в приложениях. Есть разные версии зависимости. На одном приложении мы пишем там, на онкуляре в десятом, в другом уже на четырнадцатом. А также у нас есть сложность с внедрением фич, которые затрагивают несколько приложений. То есть, чтобы мне что-то реализовать, мне нужно это сделать сначала в одном проекте, потом как-то... потом пойти в другой, исправить там, и, в общем, это как-то неудобно становится. Вот, поэтому подход с монорепозиторией мне понравился, и я тоже решил на него посмотреть и организовать такой продуктовый, можно сказать, монорепозиторий. Вот. То есть я хочу взять и между нашими приложениями пошарить какой-то бизнес-код. Но смотри, однако сейчас уже существует много тулзов для всего этого, поэтому я зашел на сайт монорепа-тулз, прочитал про разные инструменты и выбрал для себя NX. Сам NX позиционирует себя как умная, быстрая, расширяемая билд-система, в первую очередь ориентированная на разработку в монорепозиториях. Вот. Также NX предлагает нам... Также NX говорит нам, что он умеет работать с двумя стилями монорепозиториев, а в частности это пакетно-ориентированный стиль и integrated стиль. Смотри, пакетно-ориентированный стиль – это стиль, который ориентирован в первую очередь на разработку библиотек и дальнейшую их публикацию. Также особенностью является то, что у каждого пакета есть свой пакет же сон, и версии одних и тех же зависимостей могут, соответственно, отличаться. То есть в одном пакете мы можем использовать, например, ладаж версии 3, в другом 4. Ну, в общем, вот. Связь между пакетами в таком репозитории осуществляется за счет тех же воркспейсов, ну, то есть нашего пакетного менеджера, а NX здесь можно прикрутить как дополнительный такой пакет, который поможет нам оптимизировать какую-то работу. Например, поможет нам с оркестрацией и к ширмой. Вот. Вот. Integrated же стиль, это стиль, который делает акцент на разработку непосредственно уже приложений. Мы не хотим нашу библиотеку куда-то публиковать, мы делаем их лишь для того, чтобы пошарить наш код. Вот. Также у нас есть общий пакет джесон для всех приложений библиотек. Так мы можем гарантировать себе, что наши приложения библиотеки будут зависеть от одних и тех же версий наших фреймворков и библиотек. Вот. Связь в таком монорепозитории осуществляется за счет TypeScript, а в частности алиасов для путей. И NX здесь уже служит как такой полноценный фреймворк, который задает нам какую-то структуру для монорепозитория, а также предустанавливает и настраивает какие-то инструменты. Вот. И я непосредственно выбираю вот этот стиль и начну, пожалуй, внедрять. Так, смотри, сейчас я быстренько создам свой монорепозиторий на NX. Для этого введу команду createNX workspace. Также установлю сразу несколько плагинов для наших фреймворков, так как мы пишем на Angular и на NST. Это позволит нам воспользоваться генерацией. Вот. И сейчас я могу взять и сгенерировать сразу наши приложения, а также библиотеки. И вот я уже перенес, получается, весь код нам в монорепозиторий. Однако, смотри, запоминать такие команды становится как бы... Ну, сложновато их все-таки запоминать. Вот. А, то есть смотри, сейчас я могу просто взять еще и запустить его в режиме разработки, например, также могу запустить линтер и запустить тесты. Смотри, такие команды становится сложно запоминать, поэтому NX предлагает нам плагин для интеграции с нашей IDE, который позволит нам просто брать и делать это с помощью GUI. Мы просто заходим в наш редактор, выбираем нужную нам команду, ну, в частности, generate, и можем выбрать дополнительные какие-то опции. После нажатия кнопочку run у нас наша библиотека возьмет и создастся. Вот. Что автоматизирует, в принципе, нашу работу. А также я могу взять и набрать команду nxgraph, которая возьмет и построит наш текущий монорепозиторий. И вот как он, собственно, выглядит. Смотри, я уже перенес, получается, наши три приложения, а также успел уже пошарить наши модельки между приложениями. Надеюсь, ты все это запомнил, потому что сейчас мне понадобится твоя помощь. Ведь нам нужно взять и срочно переделать авторизацию на бэкэнде. Да, кажется, я что-то читал про Nest. Давай сейчас попробую. Собственно, я вижу, что довольно криво сделана авторизация. Давай я перепишу ее. Но я запускаю и вижу какую-то проблему. Так, давай посмотрим. Да. Смотри, тут какая странная ситуация. Ты вроде бы делаешь задачу на бэкэнде, однако в ошибке у тебя почему-то присутствует пакет Angular. А, все, я, кажется, понял, в чем дело. Я импортировал, собственно, декоратор Injectable, который я хотел использовать из Nest, но точно такой же есть в Angular, поскольку у нас общий пакет JSON и общие Node-модули. Я автоимпорт сработал именно на Angular. Естественно, Angular на бэкэнде у нас нет, и мне стоило бы переписать импорт на Nest. Но есть ли у нас какой-то способ избавиться от этой ошибки в дальнейшем для разработчиков? Она достаточно неочевидна. Да, смотри. Когда я, в принципе, выбирал NX, я читал, что в документации есть такой способ. И заключается он в том, что мы можем взять и каждому нашему приложению или библиотеке задать определенные теги. Например, вот мы сейчас возьмем и нашим приложением фронтовым зададим тег frontend, бэкэнду, соответственно, бэкэнд, а моделькам зададим тег shari. И на основе этих тегов мы можем взять и построить ESLint правило. Сделать это достаточно легко. Давай поэтому зайдем мы сразу, получается, в наши конфигурации, типа наших приложений и библиотек, поставим нужные теги и зайдем в общую конфигурацию ESLint и так же пропишем правило. Это правило работает как blacklist, то есть, смотри, наши приложения-библиотеки с тегом backend не смогут содержать в себе импорт Angular, что, в принципе, защитит нас от данной проблемы. Ты можешь, в принципе, попробовать это сейчас сделать, и ESLint должен выдать тебе ошибку. Да, я снова попробовал, и да, действительно, подчеркнулась красненьким. Я вижу, что я сделал что-то не так. Да, смотри, однако у меня сейчас есть следующая ситуация. Я работаю над библиотекой, которая шарится только между фронтендом. Соответственно, данное правило для меня не сработает. То есть, вот я делаю в библиотеку продукт, и, соответственно, она шарится между только фронтендовыми приложениями, но она не содержит импорт Angular. Соответственно, я смогу взять и спокойно импортнуть ее в бэкэндовское приложение. Вот, и такого правила мне просто недостаточно. Но помимо blacklist, мы также можем вводить whitelist и сказать, в общем, нашему ESLint, что приложения и библиотеки с типом backend могут зависеть только от библиотек с тегами backend и charred. Соответственно, так мы можем выстроить границы между нашими библиотеками и защититься от ненужных импортов. Ну, сейчас я попробовал, и да, я вижу ошибку ESLint. Круто. Но вот сейчас, мне кажется, следующая проблема возникла, то, что я вот доделал фичу, сделал pull request, у нас, собственно, сработал наш CI, и он стал дольше по сравнению с тем, что было до монорепы. Собственно, до этого backend собирался всего за 5 минут, а теперь у нас собирается еще много чего. Хотя я поменял только backend. Да, смотри, эта проблема присутствует, потому что раньше, когда ты делал фичу только на backend, тебе приходилось, соответственно, собирать, прогонять линтеры и тестировать только backend приложение. И оно раньше занимало 5 минут. Вот. Сейчас же, после того, как мы переехали в монорепозиторий, да, вот. А сейчас, после того, как мы переехали в монорепозиторий, соответственно, мы должны также прогонять наши линтеры, тесты, билды на всем уже монорепозитории, потому что вдруг мы внесли в код, внесли изменения в какой-то шарит код и, соответственно, могли что-то поломать. Однако и для этого у NX есть решение. Вот. Давай посмотрим, как мы раньше собирали наше приложение. И раньше мы использовали команду, такую команду, как run many, с флагом минус минус all, которая брала и собирала все, соответственно, наше приложение, все наши приложения. Вот. Однако у NX есть такие команды, как affected. Они позволяют выполнять какую-то работу только на том участке кода, который был непосредственно изменен, либо код, если зависит, получается, от этих изменений. То есть смотри, если я сейчас взял и внес изменения в библиотеку products, соответственно, мне нужно взять и пересобрать эту библиотеку, а также приложение, вот admin и shop, потому что они зависят от этого кода. Притом, если бэкэнд я не трогал, мне, в принципе, работы никакой там не нужно делать. И сейчас я уже закинул это в CI, поэтому давай попробуем, как изменилось. Да, действительно, стало быстрее. Уже собирается практически столько же, сколько было дома на репы. Да. Но смотри, это еще не все. У NX есть такая крутая штука, как кэш. Он может фишировать работу, которую уже выполнял. То есть смотри, если я сейчас возьму и соберу все свои приложения у себя локально, на моей быстрой машине это заняло всего 20 секунд. Однако, если я попробую сделать это еще раз, вот я набираю NXBuild также. И можно заметить, что мои приложения сбилдились почти мгновенно. Однако, данный кэш работает только на машине разработчика, что как бы не супер какой-то профит. Поэтому за счет такой штуки, как NXCloud, мы можем взять и расшарить этот кэш через облако. И если ты попробуешь сейчас взять и сбилдить это у себя, соответственно, ты также получишь результат очень быстро. Насколько я вижу, он занял у тебя всего 3 секунды. Вот. Помимо того, что мы можем брать и шарить наши сборки между друг другом, мы также можем взять и поделиться этим с нашим CI. То есть наши CI-агенты смогут его также переиспользовать. И смотри, я сейчас это уже тоже взял и внедрил. Было это достаточно просто. И посмотрим, как изменился наш CI. Вот. Да. И CI стал намного быстрее. Вот. И давай теперь немного резюмируем, что нам в принципе дал NX. NX мне дал возможность... Во-первых, у нас появились единые версии зависимостей для наших приложений библиотек, что для продукта это достаточно, я считаю, как бы большой плюс. Также у нас появилась генерация boilerplate. Мы можем легко создавать как новые приложения, так и библиотеки. Также у нас появился единый CLI и возможность управлять оркестрацией наших скриптов. И также NX дал нам инструменты для нашего CI. Ну, соответственно, и проект наш сейчас выглядит вот так. Также, Никит, давно хотел спросить, где моя модалка, которую я вас просил давно уже сделать? Когда она появится? Мы давно ее уже и сделали. Как я про нее мог узнать? Или мне нужно было постоянно брать и обновлять твою библиотеку? Нет, ты мог бы заглянуть в changelog, но да, кажется, мы забыли указать это в changelog. Смотри, в чем дело. Сейчас у нас процесс публикации не особо удобный. Собственно, во время публикации мне нужно понять, какие пакеты, собственно, я хочу опубликовать из нашей монорепы. В каждом из этих пакетов инкрементировать версию и обновить changelog. Собственно, руками, видимо, на этом этапе я и забыл добавить эту самую модалку. И опубликовать каждый из этих пакетов. Тут тоже мы можем забыть что-то опубликовать. И, казалось бы, этот процесс достаточно формальный, его можно автоматизировать. Поэтому я подумал о том, что, возможно, нашего PNPM Workspace недостаточно, и мы с командой тоже проанализировали варианты, которые предлагаются на сайте Monorepo Tools и наткнулись на Rush, который как раз-таки тоже является некой билд-системой, которая надстраивается над монорепозиторией. Вот, собственно, был у нас PNPM Workspace уже готовый, и мы просто построили над ним Rush, никаким образом не меняя сами пакеты. Они по-прежнему работают точно так же и ничего не знают не о том, что они находятся внутри PNPM Workspace, не о том, что они находятся внутри Rush Monorepozitoria. И сам Rush добавил нам как раз-таки некое хранилище для наших изменений и также некий билд-кэш. Давай сейчас как раз-таки об этом всем расскажу. Инициализация тоже была достаточно простой. В первую очередь мы установили Rush глобально, собственно, всем нашим новым разработчикам нужно устанавливать себе его глобально. И команды RushUnit мы проинициализировали Monorepo. Rush сгенерировал нам папочки со всякими интересными штуками, о которых я тебе позже расскажу. И вот самое главное это RushJSON, собственно, конфиг, который будет читать Rush для того, чтобы делать какие-то операции. В частности, в этом конфиге также мы указываем, где у нас находятся пакеты в нашей Monorepozitoria. нужно ли их публиковать, как они называются. Собственно, поскольку теперь Rush будет заниматься публикацией пакетов, мы должны сказать Rush'у конкретно, что из этого он должен опубликовать. Давай на примере какой-нибудь задачи я тебе покажу, как теперь у нас построен процесс разработки. Я думаю, тебе будет это интересно. Вот сейчас у нас в баклоге завалялась задачка изменить цвет кнопки в библиотеке компонентов на более продающей. Мы же фронтендеры, мы занимаемся тем, что красим кнопки. Давай вот сейчас с тобой и покрасим ее. В первую очередь вот я сделал веточку. В первую очередь я устанавливаю зависимости. На этот раз вместо PNPM install я пишу Rush install. Тоже изменений минимальное количество. Достаточно просто адаптироваться к этому. И вот у меня все это произошло мгновенно, потому что Rush обнаружил, что ничего не изменилось и поэтому он ничего не сделал. Собственно, вот эту команду Rush install разработчик может делать просто в любой непонятной ситуации. Если никаких зависимостей не надо доустанавливать, то он не потратит на это времени. И зависимости у нас в Rush установились во временную директорию, которую сгенерировал сам Rush. в этой директории у нас будут храниться локальные файлы, которые у нас с китом не индексируются. Например, нод-модули, какие-то промежуточные результаты сборки и прочее. При этом также видно, что директория с нод-модулями не находится в корне монорепозитория, она спрятана внутри вот этой директории с временными файлами, поэтому нода никаким образом не сможет найти самостоятельно никакие пакеты, поэтому фантомных зависимостей у нас точно не возникнет. Теперь, чтобы мне начать работу над библиотекой компонентов, мне нужно собрать зависимости этой библиотеки. Для этого есть способы фильтрации скриптов при запуске их через Rush. Вот, например, сейчас я запустил билд с флагом to accept, который говорит о том, что мне нужно собрать все зависимости указанного пакета, кроме него самого. Мне не нужно собирать библиотеку компонентов, потому что я сейчас буду, собственно, на дне работать. Мне нужны только зависимости, чтобы они были актуальны. Но поскольку я нахожусь в директории с библиотекой компонентов, я могу чуть покороче записать эту команду, собственно, t большой, это а-ляс для вот этой вот большой штучки с двумя тире и точка то, что я нахожу с текущей территории. И тоже у меня все произошло мгновенно, поскольку я до этого уже собирал в зависимости ее и кита, поэтому мне не нужно собирать их второй раз. Rush тоже обнаружил, что исходный код библиотек не изменился, поэтому взял просто и пропустил этот этап. Он даже не взял его из кэша, а не стал запускать сбор. Теперь уже я вношу изменения. Вот, собственно, я поменял цвет кнопки, то, чего мы и добивались. И теперь я эти изменения закоммичу. Закоммитил и увидел, что у нас прогнались гид-хуки. Собственно, мы настроили, что у нас при коммите выполняется линд-стейдж, который будет проверять наш код на соответствие ESLint-правилам. И нам для этого не потребовалось устанавливать каких-то дополнительных библиотек, вроде хаски или чего-то подобного, поскольку это все есть уже внутри Rush'а из коробки. При этом можно обратить внимание, что инкрементальная вот эта сборка, которую я до этого рассказывал, сработала также и на линд. То есть Rush пропустил линтинг библиотек с самим конфигом и с иконками, поскольку я не менял их в текущей коммите, поэтому Rush просто пропустил их и проверил только библиотеку компонентов. Гид-хуки у нас как раз тоже лежат в директории, которую Rush сгенерировал. Они точно так же, как и в других вариантах у нас будут просто в SH-файликах. Теперь я могу еще тесты запустить. Точно так же, как ты говорил про команды эффекты в NX, в Rush'е есть возможность собирать что-то на основе изменений по истории гита. Вот сейчас как раз таки с флагом я запущу тесты только у измененного пакета и у тех, которые от него зависят. В текущей ситуации у меня ничего не зависит от моего норепи, но если бы зависело, оно бы обязательно собралось. Теперь давай я запушу изменения, и у меня вывалится ошибка. Собственно, эту ошибку мне покажет Rush. Он увидит, что я сделал какие-то изменения в библиотеке, но не задокументировал их. Для этого он предлагает мне сделать команду RushChange. Это у нас происходит верификация задокументированности изменений в приопушкуке. То есть как раз таки в Rush есть механизм изменений, и если запустить команду RushChange verify, он проверит, что в тех пакетах, в которых произошли изменения, у нас есть документация этих изменений. Как мне их задокументировать? Запустить эту же команду RushChange. В таком случае Rush предложит мне описать, что я сделал в рамках текущих изменений. Я описал, что я изменил цвет кнопки. И следующим шагом он предлагает мне выбрать тип этих изменений согласно Семверу. Также он показывает некую шпаргалку для тех, кто может быть никогда не работал с Семвером или что-то вроде того. Во всяком случае, я выбираю, что изменения у меня патчевые, поскольку я никак не затронул обратную совместимость. В результате Rush сгенерировал мне JSON-файлик, в котором сохранены записаны все вот эти изменения, которые я сделал. эти изменения хранятся в папочке Changes, которую нам тоже сгенерировал Rush. Теперь, прежде чем публиковать пакеты, мне, соответственно, нужно сделать вот эти этапы с тем, чтобы инкрементировать версии и описать ChangeLog. Для этого я выполняю команду RushVersionBump, которая, собственно, соберет все вот эти файлики с изменениями, которые у нас накопились в рамках текущей итерации и проанализирует эти файлики. Вот, в частности, в текущем файле он увидит, что изменен пакет Boodle.UI с библиотекой компонентов, видит, что тип изменений патч и, соответственно, инкрементирует автоматически в пакет JSON-е версию до следующей патч-версии и сгенерирует ChangeLog. То есть, теперь мы точно не забудем что-то зафиксировать в ChangeLog, поскольку они генерируются у нас автоматически и при этом Rush заставляет нас писать эти ChangeLog после каждого изменения, а не в конце спринта, что тоже очень удобно. Теперь мне нужно опубликовать это все. Этот процесс тоже у нас автоматизирован. Собственно, вот есть у нас три пакета в нашем репозитории и есть точно такие же три пакета, но других версий в нашем NPM-регистере, то есть в Nexus. я запускаю команду RushPublish и Rush сам проверяет, что, например, вот у нас изменилась версия библиотеки компонентов, он опубликует ее. Изменилась версия библиотеки иконок относительно NPM-а, и он тоже опубликует, а вот YesLintConfig остался такой же версии, поэтому он просто пропустит публикацию и, соответственно, все это происходит автоматически, мне не нужно заходить в каждую директорию пакета по отдельности. Все вот это я запускаю в CI и вообще не задумываюсь над тем, чтобы у нас было все актуально. Смотри, тогда такой вопрос, если у нас нет общего пакета JSON-а, тогда как Rush понимает, какую версию ставить? Вот, когда мы устанавливаем это в CI? Да, хороший вопрос. Как раз-таки Rush.json является в данном случае неким аналогом пакета JSON-а, но исключительно для Rush-а. в Rush.json у нас зафиксировано, какие версии ноды мы поддерживаем, какая версия Rush'а должна устанавливаться и какая версия пакетного менеджера должна устанавливаться. То есть, да, еще забыл упомянуть, что Rush может работать не только с PNPM, просто PNPM именно рекомендуется в данном случае. Соответственно, когда Rush будет запущен, он проверит, что у нас стоит нужная версия ноды, если стоит не такая, то он нас об этом предупредит. установит по временную директорию нужную версию Rush'а и нужную версию PNPM'а. При этом в CI нам не нужно тоже глобально устанавливать Rush, мы установим его по временную директорию, для этого Rush генерирует папочку со скриптами. Собственно, это просто JavaScript код, который автоматически генерируется Rush'ем исключительно для запуска в CI. эти скрипты занимаются тем, что они устанавливают сам Rush и запускают его скрипты. Собственно, в нашем GitLab CI конфиге это выглядит следующим образом, что мы просто нодой запускаем вот эти скрипты и передаем им команду, которую мы хотим выполнить, там install, build и publish. Поэтому в CI нам нужно достаточно иметь только Node.js, а все остальное у нас уже установится в процессе запуска вот этих скриптов. Если резюмировать, что дал нам Rush, это, собственно, все то же самое, что дал нам PNPM, то есть, поскольку мы надстроили Rush над нашим PNPM-воркспейсом, мы не потеряли никаких фич, которые у нас были до этого, а только получили новые. В частности, это, собственно, версионирование, которое для нас было ключевой задачей. Ближайшим аналогом механизм из Rush является утилита ChangeSets CLI, которую, соответственно, нам не пришлось устанавливать, потому что в Rush уже есть из коробки такой механизм. Также гидхуки нам не пришлось устанавливать, например, Husky. И инкрементальная сборка тоже как приятный бонус и, в принципе, достаточно полезный. Точно так же, как и в случае с NX. Окей, очень круто. Давай проведем тогда небольшую ретроспективу и подумаем, в принципе, что нам дал манарепозиторий. Да, наверное, в первую очередь хочется отметить, поскольку мне пришлось поработать и на своем проекте, и на твоем продуктовом, я обратил внимание, что у нас есть атомарность коммитов при каких-то изменениях. То есть, например, если мы захотели, если нам нужно сделать какую-то задачу, которая касается и фронтенда, и бэкэнда, мы можем сделать ее в рамках одного коммита, а не ходить по разным репозиториям и потом каким-то образом синхронизировать диплой вот этого всего, что достаточно неудобно. А в одном коммите это все централизовано и удобно. Да, хорошая штука. Смотри, я хочу отметить такую штуку, как возможность быстро определять, как изменения в одном проекте повлияют на другие. То есть, если я сейчас взял и внес код в какую-то шарь в библиотеку, то я могу также взять и быстро запустить как тесты, так и линтеры и убедиться, что я, в принципе, ничего не сломал. Да, действительно, регрессионные тесты очень удобно запускаются. Я еще заметил такую не очень очевидную вещь о том, как поменялся у нас, в принципе, процесс к проектированию наших систем. Это то, что наличие манрепозитория как такового дает нам некую мотивацию к написанию переиспользуемого кода. То есть, когда мы работали в отдельных репозиториях, для нас создание, например, какой-то новой библиотеки было достаточно накладно. То есть, нам нужно, например, создать новый репозиторий, настроить все процессы публикации, выбрать тулинг, вот это все. А в рамках манрепозитория нам достаточно просто создать новую папочку, создать в ней пакет JSON и указать путь до него в каком-то конфиге. Все. Это достаточно просто, поэтому мы можем создавать новые пакеты хоть каждый день. И, собственно, как раз-таки раньше я думал, что манрепозитория это как-то больно и страшно, но как будто бы мы выбрали прикольные инструменты, которые очень много каких-то проблем взяли на себя и решили их. Мы даже о них не задумывались. Да, смотря, я вот подумал о чем. Не взять ли нам и не сделать такую одну большую манрепозиторию на всю компанию, в принципе. Да, прикольная идея. Но, как думаешь, какой тогда инструмент мы все-таки выберем для этой манрепо? Но это уже совсем другая история. Все, спасибо за внимание. Ну что, ребят, спасибо большое за классный доклад. У нас здесь есть в чатике вопросы, я вижу, что у нас осталось порядка 15 минут, поэтому я предлагаю на эти вопросы сейчас посмотреть и предложу вам на них ответить. Давайте начнем с первого вопроса в чатике. Есть ли запуск не всего скоупа, а как делает Лерна? Ну, я просто немножечко дам пояснение, наверное, да? То есть, есть возможность запускать какие-то скрипты не для всех пакетов, а для каких-то конкретных. Но, насколько я помню, вы показывали историю про NX, когда можно было прям перечислять в таргете те пакеты, для которых вы хотите ваши скрипты запустить. Я думаю, что... Да, это можно делать сейчас, по-моему, во всех инструментах для Monorep, вот даже если брать просто PNPM Workspace, там есть флаг-фильтр, который позволяет отфильтровать какой-то сабсет пакетов из нашего монорепозитория. Да. Следующий вопрос такой. Знаю ребят, которые не смогли запустить NX-Affected и откатились. У вас были какие-то проблемы с NX-Affected? Или, в принципе, все было хорошо? Да, в принципе, нет. Проблем таких нету, но стоит сказать, что тут такая штука есть, может, как вычисляется кэш, вот. Может произойти такая просто ситуация, что вы взяли, поменяли, например, не знаю, Redmi, да, какое-то, и у вас, в принципе, типа, весь монорепозиторий типа запустился, и на все монорепозитории пробежались там тесты, линтеры, также сборки. И вы не получили вот этот профит ни от эффекта, ни от чего. поэтому, ну, там стоит почитать документацию, там есть гид, ой, как, NX-Ignore, да, можно выключить какие-то файлики, например, те же сами readme, а плюс есть такие named input-ы, штука, где вы тоже можете настроить как-то под себя и что-то выключить, например. Не знаю, часто делают там, если у вас, например, переводы какие-то, ну, динамические, да, через JSON непосредственно вы запрашиваете, ну, есть такие библиотеки, которые там, например, русский язык, вы запросили какой-то JSON, там, ну, вот у вас русский язык, потом переключили, например, на английский JSON-чик, но вы подключили тоже. И вот его тоже часто выключают как бы из, ну, условно, чтобы индекс за этим не смотрел и в принципе. Кстати, вот в Russia тоже есть build cache и он тоже смотрит вот на изменение файлов, там тоже можно ему сказать, на какие файлы смотреть не надо, и при этом по умолчанию он просто игнорирует файлы, которые находятся в git-ignore, что тоже вроде довольно логично. Мне кажется, я думаю, в индексе это тоже должно подобным образом работать. Да, можете потом в дискуссии сказать, почему какой-то, может, кейс был, может, конкретно уже можно говорить. Так, давайте следующий вопрос тогда озвучим. А что, если я хочу, чтобы часть зависимости у проекта в Monorepi были свои, то есть были общими, например, версия React была общая, а версия MobX в разных проектах разная. Вот как такую, был ли у вас опыт настройки вот таких Monorepi, как вы эти вопросы решали? Ну, вот смотрите, в NX такая штука, к сожалению, не получится, потому что у нас есть общий Package.son, да, но я видел такой кейс, когда ребята брали просто для каждого проекта также Package.son свой делали фейковый, да, и в момент, когда запускался CI, вот они запускали, например, для первого приложения, ну, для React, да, и для Angular, они просто брали вот этот Package.son конкретно для проекта и вытаскивали как бы глобально, и поэтому там устанавливали какие-то зависимости. И тут, кстати, важный момент. Ну, это такой костыль, поэтому... Тут важный момент, как раз, который Миша упоминал в начале разговора про NX, это то, что он работает в двух режимах, это Package-based и Integrated, и вот это, по сути, два таких варианта, как, в принципе, можно организовать Monorepi, большинство инструментов, насколько я себе представляю, работают вот именно в режиме Package-based, то есть у каждого пакета, у каждой библиотеки есть свой Package-JSON, и, соответственно, у них версии зависимости могут отличаться. Вот, например, в Russia, чтобы включить вот эту строгую проверку синхронизации зависимости, нужно в Rush-JSON отдельный флажок проставлять. При этом, если он проставлен, все равно можно указывать, что, например, вот конкретная библиотека у нас может разниться. Соответственно, в NX, если выбрать Package-based, то будут у всех свои зависимости. Если взять Package-based, то, в принципе, можно. Ну, да, на самом деле, здесь есть еще варианты, и просто, чтобы сейчас перейти к следующим вопросам, потому что у нас еще есть время на вопросы, у меня есть и опыт, и идеи, как с этим можно справиться, поэтому, если интересно, приходите тоже в дискуссию после и поболтаем на эту тему. На самом деле, вопрос интересный. Так, хорошо. А что насчет выпуска альфа-версии? Вот вы разрабатываете пакет, да, и хотите потестировать его, прежде чем опубликовать стабильную версию, а там же еще нужно публиковать не только этот пакет в альфа-версии, а еще и все его зависимости в альфа-версии. Как вы вот эту проблему решаете? Ну, кстати, мне лично не приходилось с таким сталкиваться. по идее, вот, по крайней мере, из того, что я уже видел в инструментах от Microsoft, вот сам Rush, он не существует в вакууме сам по себе, а также Microsoft предоставляет некую экосистему инструментов, которые вокруг него строятся. В том числе, там есть такой инструмент прикольный, как API Extractor. Возможно, кто-то им уже пользовался, и он позволяет сгенерировать отдельно декларации типов для... Короче, для одного пакета можно сгенерировать несколько деклараций типов. Он их, во-первых, сворачивает в один общий файлик DTS, и при этом сами... сам код частями помечается какими-то... Ну, в JS-доке помечается аннотациями типа public, private или, например, вот альфа в том числе. И таким образом API Extractor может сгенерировать несколько файлов с декларациями, которые будут использоваться в зависимости от того, в каком виде... Насколько свежий API вы хотите получить. То есть, если вы хотите получить стабильный, у вас будет использоваться там один файлик с декларациями типов. Если вы хотите получить какие-то непротестированные фичи из альфа-версии, будет использоваться другой файлик, соответственно, у вас будет больше импортов. Как-то так. Но это скорее, наверное, именно про спорку, не про версионирование. Миш, у тебя, может быть, есть какие-то... Нет, у меня сейчас идеи нету, то есть, в моем кейсе такого нету. Я могу тоже в дискуссии рассказать, как это у нас устроено, поэтому тоже, если интересно, можно продолжить болтать на эту тему там. Поэтому после доклада приходите обязательно, если интересно. хорошо. Следующий вопрос такой. Тут вот жалуются на то, что прописывать changelog на каждом пуше – это не лучший вариант. Может быть, есть какой-то способ, как описать changelog просто один раз на весь pull request? У вас как? Проверки на changelog, они покоммитные или все-таки на pull request? Конкретно мы у себя в компании сделали так, что у нас на push именно происходит проверка, то есть, если есть несколько коммитов, я могу там нафигачить кучу кода, не задумываясь о том, что я там что-то задокументировал, не задокументировал, потому что я потом в процессе могу там что-то склеить, коммиты как-то по-другому их разложить. В общем, полная творческая свобода. А потом уже, когда я буду push'ить, rush напомнит мне, что задокументируй, пожалуйста, изменения, которые ты сделал перед push'ем. И он не будет генерировать changelog, он сгенерирует именно вот этот маленький файлик, который будет храниться в он-репозитории, и changelog будет сгенерирован уже при публикации. Смотрите, мой кейс, мы показывали там, что продукт, мы в принципе не публикуем в нашей библиотеке, но для публикации ставишь дополнительную какую-нибудь библиотечку, там уже твоя свобода, как ты хочешь. Когда хочешь, тогда заполняй этот changelog. Ну, насколько я понял из ответа Никиты, то есть, по сути, вы можете вообще не писать changelog никакой до тех пор, пока не захотите просто замержить pull request. То есть, вам, по сути, CI-проверки не дадут ничего замержить, пока вы хотя бы один раз changelog не заполните. Но это абсолютно не обязывает вас на каждой коммит, на каждой push этот changelog писать. Главное, чтобы он просто... Я же говорю, это мы сами вставили в push hook эту проверку. То есть, по умолчанию Rush этого не делает. Вы можете сами определить, в какой момент вам удобнее производить эту проверку. Окей, хорошо. Так, давайте еще посмотрим, какие вопросы есть. Так, как организовать сборку проектов разными сборщиками с реиспользуемыми конфигами? Был ли у вас такой опыт? Что значит с реиспользуемыми конфигами? Ну, я так думаю, что есть же в каждом пакете может быть какая-то своя логика сборки. Мы же можем поделить проект на библиотечную часть и часть приложений. И, например, те же TypeScript конфиги, ну, скорее всего, будут общими, потому что вряд ли вы захотите очень сильно менять настройки TypeScript того же при сборке проектов. Есть ли здесь какие-то особенности? Опять же, как я упоминал, у Microsoft есть огромная экосистема инструментов, в которую входит вот как раз такие билд-системы. Я на самом деле не совсем правильно сказал, когда назвал Rush Build System. Это скорее именно такой оркестратор монорепозитория. А билд-системы есть, у них называется Heft, которая позволяет вот как раз таки создавать отдельные пакеты, которые называются ригами, в которых будут находиться все конфиги для сборки. Например, там TS-конфиг, там еще есть некоторые конфиги для вот этого самого Heft, где можно тоже достаточно декларативно описать, как вы хотите собрать свой пакет. Например, вы там написали TS-конфиг, чтобы собирать там свою библиотеку в ESM, а в этом конфиге скажете, что а помимо ESM собери мне еще Command.js для там Fullback какого-нибудь. И также там есть плагин для веб-пака, чтобы, например, какие-то продуктовые штуки собирать. При этом, когда вы этот риг устанавливаете к себе в приложение, вы устанавливаете только саму вот эту библиотеку с конфигами, и Heft, и все, и больше ничего. Говорите Heft Build, и он все собрал, при этом вам не нужно никаких конфигов в самом приложении делать, вы полностью переиспользуете сборку. У меня про это готовится отдельный доклад, который я, возможно, когда-то расскажу. Ну, то есть, по сути, ты вот этими фичами Russia вот эти проблемы решаешь, да, которые мы озвучиваем сейчас. Но это не Russia, это именно еще одна дополнительная утилита. У Russia именно... Ну, в принципе, у Microsoft... Это экосистема, да. Да, у них такая философия в том, что все их инструменты, они как бы... Ты можешь их вставить, и они никак не влияют на сам код твоего проекта. То есть, ты можешь в любой момент их выкинуть, и тебе не нужно будет ничего дополнительно достраивать. Соответственно, Heft работает по такому же принципу, что он не собирает твой проект, а он именно занимается вот сборкой вот этих конфигов в одном месте, оркестрацией, сборкой, там, тестирования и прогона линтера по твоему коду, и при этом он просто запускает TypeScript Compiler, просто запускает Webpack, ESLint, никаких новых инструментов он не добавляет, ничего нового изучать не нужно. Окей. Так, может быть, Миша, есть что добавить? Да, в принципе, нет. В случае с NX, вы также просто заходите в каждый проект, там есть конфигурационный файл, в котором вы, в принципе, можете также настроить сборку, ну, то есть поменять, например, там есть Webpack вы хотите, там есть Build-Om собирать или еще чем-то параллельно, там, например, ну, я не знаю, там, ну, там, собрать, в общем, настроить эту сборку, как хотите, вот, тут я не знаю, что еще добавить. Да, опять же, да, вы просто заходите в конфигурационный файл и как хотите, так и настраиваете, в принципе. Ну, в любом случае, опять же, повторюсь, если интересно, более подробно поболтать на эту тему, приходите в дискуссию, подробнее раскроем эту тему. Хорошо, следующий вопрос такой, что вы думаете по поводу автоматизации процесса бампа версий и введения ченч-логов с помощью conventional commits или semantic release? Вот, какой вообще опыт описания ченч-логов? Чем вы описываете ченч-логи? Ну, вот, как раз таки, да, я рассказывал про механизм версионирования крутой враж встроен, и он является вот аналогией утилиты change set CLI. Это, собственно, вот, я, по крайней мере, знаю, вот только две альтернативы. Это вот конверсиал коммиты, то есть, когда версии там инкрементируются и пишутся ченч-логи согласно вот месседжам из коммитов. И другой вариант, это вот как раз тем, чтобы хранить описание изменений именно рядом с кодом вот в каких-то вот этих файликах, по которым потом будет собираться ченч-логи. Мне, ну, это, собственно, по идее, на вкус и цвет. Вот, вот, предлагает именно такой вариант. И мне он нравится больше просто по той причине, что, как я уже говорил, что я могу просто там наштамповать миллиард коммитов и только потом там написать к ним ченч-логи. Собственно, Раш проверит, что по всем измененным проектам я написал все эти ченч-логи, а не задумываться в процессе там полета моей мысли по поводу того, как мне назвать коммит. А валидация все-таки коммит-месседжи какая-то имеется? Ну, вот сейчас у нас, в принципе, нет особо никаких договоренностей по названию коммит-месседжи, по крайней мере, у нас в проекте. У нас все это достаточно вольно, потому что у нас главная цель, чтобы у нас ченч-лог появился, чтобы в нем было все зафиксировано. И плюс, кстати, вот этого подхода в том, что поскольку задокументированные изменения хранятся рядом с исходным кодом, соответственно, в pull-request они тоже попадают. И когда кто-то смотрит pull-request, он увидит документацию изменений рядом с кодом, и можно будет поэтому, собственно, там вести какую-то дискуссию. То есть не по названию коммит-месседжа, с которым, ну, можно его даже не заметить, а тут как бы файлик, который прям в pull-request и будет. Можно там сказать, что ты что-то зря мажор сделал, наверное, надо было миноры сделать. То есть как бы больше акцента на этом при pull-request. Окей. Миша, есть что добавить? Да нет, ну, в принципе, у Russia крутая штука, поэтому, наверное, вот такой вариант более предпочтительный. Так, ну, что, у нас осталась минутка. Повторюсь, что переходите в дискуссионную зону обязательно. У меня еще есть тут множество вопросов и вообще тем для обсуждения. я думаю, что те, кто сейчас слушают доклад, смотрят его, тоже могут поучаствовать и понабрасывать какие-то вопросы, попробовать на них поотвечать, потому что, действительно, тема очень большая, интересная и актуальная, особенно в каких-то вот супер-супер больших историях, потому что Monorepa – это про, ну, действительно, большие, про удобство разработки в больших проектах, в большой кодовой базе, с большим количеством пакетов. Поэтому приходите в дискуссию, задавайте вопросы, будем, в общем, болтать, не забывайте, пожалуйста, оценивать доклад, повторюсь. И спасибо всем, спасибо ребятам за рассказ, спасибо всем, кто слушал, смотрел и до встречи.